Согласно флотской традиции, при смене руководства начальник подразделения должен передать боевое знамя своему преемнику. Звучит команда и знаменная группа «Чеканя-шаг» под звуки встречного марша выносят боевое знамя Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени Павла Степановича Нахимова. Звучит команда и знаменная группа «Чеканя-шаг» Он специалист, проработавший около 20 лет в системе военных вузов Министерства обороны. В прошлом году перед официальным назначением руководителя Черноморского военно-морского училища он временно исполнял функции начальника учебного заведения. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина он назначен руководителем училища на постоянной основе. Его предшественник Игорь Владимирович Смоляк назначен на должность командира Ленинградской военно-морской базы. Трудно понимать, какие эмоции испытываешь в эти минуты, но можно с уверенностью сказать, что этот день останется в моей памяти, в моей жизни навсегда. Отвечая на вопрос журналистов, какие первостепенные задачи ставит перед собой новый начальник военно-морского училища, Александр Гринкевич выделил задачи по капитальному ремонту и переоснащению учебного заведения. «Прежде всего продолжить ту работу, которую с Игорем Владимировичем мы вместе начинали год назад. Безусловно, в ближайших планах это капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство здесь современной учебно-материальной базы училища». В ближайшем будущем количество курсантов увеличивать не планируется, говорит новый начальник училища. С 2014 года кадровый заказ военно-морского флота составляет 250 офицеров и 70 мичманов.